Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Казанские студенты испачкались краской. Команда университетов проверили свои силы в пейтбольном сражении. Вредны ли витамины? Пообщались со специалистами. Революция в Армении. Что произошло и чего ждать? В Елабужском институте Казанского федерального университета прошло представление для ветеранов Великой Отечественной войны. Олег Кашин расскажет подробнее. Во время войны на фронт уходило огромное количество людей, причем всех профессий. Не избежал этой участи и Казанский федеральный университет. В Елабужском институте Казанского университета отметили День Победы. В актовом зале для ветеранов было устроено торжественное представление. А поприветствовать гостей пришел директор института Елена Мерзон. Военные годы и послевоенные годы для нашего института были тоже непростыми днями. Достаточно сказать, что в 1941 году наш институт тогда назывался Елабужским учительским институтом. И здесь работало 15 преподавателей. И уже в первые дни войны пятеро из них ушли на фронт. В 1945 году в нашем институте работало 14 преподавателей. А в послевоенные годы в составе нашего коллектива было 40 ветеранов войны. На сцене Елабужского института 4 мая состоялась премьера музыкально-театрализованного представления «Мы победу сильны». Минуту молчания и возложения цветов к вечному огню еще раз напомнили участникам торжества о той дорогой цене, которую заплатили солдаты за День Победы. Олег Кашин, Лада Гельмулина, Денис Ипайлов, Универньюс. Полузащитник Рубина Гиг Денис Караденис завершил свою карьеру. Казанцы закрепили за ним 61 номер. И в продолжение темы о футболе, ближайший матч пройдет не с людьми, а с роботами-футболистами. Интересно? Тогда смотри. В преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Казанском федеральном университете решили провести свой футбольный матч. Правда, забивать мячи и стоять на воротах будут не люди, а роботы. В матче сразятся две команды. Это роботы, сделанные в инженерном институте Казанского университета, и роботы зарубежного производства из высшей школы информационных технологий и информационных систем. Планируется, что от каждой команды будут представлены по три робота, два полевых, игрока и вратарь. Вообще футбол роботов – это сложная задача, которая подразумевает под собой несколько таких более мелких задач. Это прежде всего устойчивая ходьба роботов, это распознавание образов, это измодействие между роботами. Сейчас как раз ведется работа по программированию этих функций у роботов. Задача перед разработчиками стоит не из легких. Роботы должны будут выполнять все без вмешательства человека. Анна Глазунова, Леонард Влитяров, Универ Ньюс. Студенты какого университета окажутся самыми сильными на полях сражений? Ответом на этот вопрос станут результаты студенческого турнира по пейнтболу. Подробности об этом мероприятии вы узнаете в следующем сюжете. В центре пейнтбола Республики Татарстан состоялся первый студенческий турнир по пейнтболу. В соревнованиях приняли участие команды из девяти высших учебных заведений, в том числе из Казанского федерального университета. Наша команда сборная КФУ. Собрались желающих, потренировались, довольно-таки неплохо получилось. Вот схватили команду, сейчас участвуем. Все парни как бы молодцы, тренировались, заряжены, как бы все готовы только на победу, все борются. Я думаю, хорошие шансы в плей-офф, я надеюсь, что попадем. Для студентов эта игра является вариантом активного отдыха. Помимо этого, соревновательный дух и тактические наработки команд превращают игру не только в развлечение, но и в настоящее спортивное соревнование. Для Федерации пейнтбола Республики Татарстан важной задачей является развитие и популяризация данного вида спорта среди молодежи. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универ Ньюз. О том, что витамины жизненно важны, каждому известно еще со школы. Казалось бы, обеспечить себя витаминами проще простого. В любой аптеке вы найдете богатый выбор витаминных комплексов. Но что на самом деле спрятано за яркими упаковками и действительно ли стоит верить громким рекламным слоганам? Выясняла Аделя Шамилова. Аптичные прилавки пестрят яркими коробочками самых разнообразных витаминных комплексов. На упаковках одних обещание улучшить память, внимание, работоспособность. Другие же предлагают оздоровить кожу, ногти и волосы. Назначить витамины самому себе все же ни один врач не рекомендует. Несмотря на то, что с наступлением весны многие люди считают необходимым начинать их прием. Но насколько нужны витаминные медикаменты в целях профилактики? Рассуждая на эту тему, мы отправились искать ответ в университетскую клинику Казань. На сегодняшний день вообще витамины назначаются при гиповитаминозе, недостатке витамина, и при авитаминозе, когда витамин не поступает в организм, при клинических таких ситуациях. И следует сказать, что на сегодняшний день авитаминоз практически не диагностируется. Гиповитаминоз очень редко диагностируется. Если человек нормально питается, принимает все виды овощи, фрукты, мясные изделия, крупы, то нет смысла никакого дополнительного приема препаратов витаминных, потому что недостатка витаминов в его организме возникнуть не должно. Бытует мнение, что восполнить необходимый запас витаминов одним лишь питанием невозможно. Но это миф. Также оказалось заблуждением, что витаминный комплекс дарит энергию и силы лишь на малый период времени, а после его приема существует риск заработать проблемы со здоровьем. Но как тогда на самом деле срабатывает витаминный комплекс? Попробуем разобраться. Витамины играют очень важную роль в обмене веществ. Они являются необходимым компонентом многих ферментов, коферментов в нашем организме. Они участвуют в очень многих процессах, нужны для реализации эффектов гормонов многих. И сказать, что витамин действует конкретно на конкретный один орган, а на другой орган не действует, это будет неправильно. Он в целом действует за счет влияния на весь обмен веществ, в целом на все органы и системы и клетки организма. Если рацион будет богат полезными продуктами, этого будет более чем просто достаточно, чтобы обеспечить свой организм требуемыми витаминами. О чем рекомендуют позаботиться врачи университетской клиники «Казань» уже этой весной и летом. Тем более, что ресурсов для этого довольно много. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюс. В Армении уже несколько недель проходят многотысячные оппозиционные митинги. Причиной стало нарушение конституции страны. Почему лихорадит политическую систему Армении, расскажет Олег Кашин. Бархатная революция с таким аристократичным названием в Ереване прошла смена легитимной власти. Армения переживает серьезный политический кризис. С 13 апреля в стране проходят многотысячные митинги. По разным оценкам, в акциях протеста принимает участие до 200 тысяч человек. Ереван ощетинился оппозицией в прямом смысле. Причиной недовольства стало назначение премьер-министром Сержа Сарксяна, бывшего президента Армении, который находился у власти уже 10 лет. А это максимальный срок президентства. Установлена Конституция Армении. Форма управления в Армении поменялась. Она была полупрезидентская, а сейчас стала больше парламентской. Поэтому, конечно, фигура премьер-министра в новых условиях очень-очень важна. То есть это ключевой пост. То есть получилось так, что бывший президент, по сути дела, пересев из кресла президента в кресло премьер-министра, тем самым сохраняет свои властные полномочия и основные рычаги власти в своих руках. Протесты такого масштаба не могут остаться без внимания со стороны властей. Из-за недовольства общество нестабильно. Именно поэтому уже через 10 дней Серж Сарксян объявил о своей отставке и покинул пост премьер-министра. Но на этом волнения в стране не закончились. 1 мая лидер армянской оппозиции Никол Пашинян не был выбран премьер-министром. Поэтому акции протеста продолжились с новой силой. Армению многое связывает с Россией и даже с Татарстаном. Подобное сотрудничество ведется почти со всеми бывшими республиками Советского Союза. Россия и Армения активно занимаются торговлей, являясь странами-участницами Евразийского экономического союза. Ведется сотрудничество и в культурном плане. В Ереване в этом году собираются отметить национальный праздник Сабантуй. Невольно появляется вопрос, а не навредит ли политик партнерским отношениям между Ереваном и Москвой. Сам Пашинян, он заявлял, что вроде бы и не намерен прекращать добрых отношений с Россией. Волен надеяться, что традиционные добрые отношения между Россией и Арменией, они, так сказать, останутся. Вот, несмотря на предполагаемую смену власти. Очень сложно тут загадывать и сложно говорить, какой конкретно будет внешняя политика Армении после прихода к власти, допустим, оппозиционных сил. Армянская оппозиция заявляет, что диалогу с Россией ничего не помешает, но необходимо обсудить некоторые вопросы. Но какие это будут вопросы, остается загадкой. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok